Здравствуйте! Если вы считаете себя домашним мастером и способны справиться с дрелью или соковыжималкой, то установка водочистителя Барьер Каосмос точно окажется вам по плечу. А поможет вам в этом наше короткое видео. Перед началом работы, чтобы не устроить в квартире потоп, не забудьте перекрыть кран холодной воды. Соответствующий вентиль, как правило, расположен или непосредственно под мойкой, или в санузле в специальном коробе. После этого сбросьте давление в трубе простым открыванием крана холодной воды. Подготовка завершена. Начинаем. Вот новый отдельный кран для нашего фильтра. Ему нужно найти такое место, чтобы было удобно пользоваться, и при этом не было проблем с его креплением и подключением. Обычно выбирается угол мойки или примыкающий к нему участок столешницы. Мы установим кран на столешницу. Для этого просверлим вне отверстия сверлом диаметром 12 мм. Перед тем, как устанавливать кран, не забываем надеть на его нижнюю часть резьбой декоративную хромированную накладку с резиновой шайбой. Вставляем кран в отверстие. Снизу надеваем на него чуть меньшую по размеру пластиковую шайбу и совсем небольшую металлическую. После чего полученную конструкцию затягиваем гайкой при помощи рожкового ключа на 14. Навинчиваем снизу фитинг. Убедитесь, что внутри него установлено резиновое кольцо-прокладка. Первый этап пройден. Вот что должно получиться в результате. Теперь фитинг крана чистой воды до упора вставим белую пластиковую трубку. Не переживайте по поводу надежности соединения. Инновационная технология Push-in Fitting обеспечивает полную герметичность при невероятной простоте сборки. Главное вставить пластиковую трубку в фитинг до упора на глубину примерно 17 мм. Если вам понадобится разобрать полученное соединение, просто прижмите цангу фитинга до упора и потяните трубку на себя. Следующий этап – установка переходника адаптера. Разводным ключом отсоединяем гибкую подводку смесителя от трубы с холодной водой. И на ее место навинчиваем адаптер. Убедитесь в наличии резинового уплотнения. И опять-таки через прокладку навинчиваем на адаптер только что снятую гибкую подводку. Теперь отворачиваем гайку шарового вентиля. И надеваем ее на синюю пластиковую трубку. Трубку, в свою очередь, с усилием натягиваем на шаровый вентиль. А гайку затягиваем рукой. Во избежание повреждения пластиковой трубки не рекомендуется использование специального инструмента. Врезка водопровод готова. Но нужно еще сделать врезку в канализацию для дренажа обратноосматической мембраны. На вертикальном участке сливной трубы между раковиной и сифоном сверлим отверстие диаметром 8 мм. Наклеиваем на скобу с отверстием прокладку. Надеваем дренажный хомут на сливную трубу, совмещая два отверстия. Равномерной затяжкой винтов добиваемся положения, при котором скобы сидят на трубе максимально плотно и располагаются при этом параллельно друг к другу. В фитинг дренажного хомута вставляем черную пластиковую трубку. Настала пора установить кран на накопительную емкость. Оборачиваем резьбу двумя-тремя слоями ленты FUM. Рукой наврачиваем кран до упора и слегка затягиваем разводным плечом, не прилагая чрезмерных усилий. Вставляем в фитинг крана красную пластиковую трубку. Перед тем, как устанавливать водочиститель, проверим комплектность фильтр-элементов и положение коннекторов. Для этого нажмем на защелки корпуса и снимем крышку. Все на месте. На всех фильтр-элементах напишите дату установки в качестве напоминания, чтобы поменять их не позднее, чем через год. Все коннекторы должны быть заперты, что соответствует рабочей позиции. Можно приступать к окончательной установке водочистителя. Выбирая место под раковиной, не забывайте, что длина пластиковых трубок составляет полтора метра. В этих пределах должно быть расстояние от фильтра и до крана с чистой водой, и до шарового вентиля. Установите водочиститель и накопительную емкость так, чтобы сохранился доступ к шаровому вентилю. А соединительные трубки располагались свободно, без натяжения и перегибов. Водочиститель также можно подвесить на стенку кухонного шкафа. Ставьте свободный конец синей пластиковой трубки в гнездо водочистителя с надписью «Вход». А свободный конец белой трубки в гнездо с надписью «Выход». Красная трубка подсоединяется к гнезду с надписью «Емкость». А черная – к гнезу «Дренаж». Для удобства подключения вы можете воспользоваться угловыми фитингами, идущими в комплекте. Барьер Каосмос полностью готов к работе. Но перед тем, как пускать воду, убедитесь, что фильтр подключен в соответствии с этой схемой. Итак, пора наполнять систему водой. Убедитесь, что в закрытом положении находится и кран накопительной емкости, и шаровый вентиль. Открываем кран чистой воды. Открываем вентиль на трубе с холодной водой. И, наконец, открываем шаровый вентиль, подающий воду на фильтр. Вода из крана чистой воды польется не сразу. Сначала из системы должна выйти весь воздух. Это займет 5-10 минут. Но даже когда вода польется, напор будет небольшим, ведь у нас все еще перекрыт кран на накопительной емкости. Это нужно для промывки системы. Весь воздух вышел. Кран чистой воды можно закрывать. Вскоре после этого прекратится поступление воды в дренаж. Оставьте систему под давлением примерно на 10 минут. Убедитесь в отсутствии протечек. В случае необходимости подтяните подтекающие соединения. Теперь можно заполнить накопительную емкость. Открываем соответствующий кран и ждем, когда прекратится поступление воды в дренаж. Сливаем всю воду из емкости и повторяем процедуру еще раз. Это необходимо для промывки системы от консервирующих веществ. Все. Ваш фильтр-барьер Каосмос полностью готов к работе. Пейте на здоровье чистую воду. Но не забывайте в течение первой недели эксплуатации ежедневно проверять надежность соединений. И, конечно же, регулярно меняйте сменные фильтр-элементы. А сделать это проще простого. Перекройте кран накопительной емкости и шаровый вентиль. Сбросьте давление в кране чистой воды, открыв его. Фильтр-барьер Каосмос оснащен инновационной системой быстрой замены фильтра-элементов. Откройте шаровый вентиль. Откройте кран на накопительной емкости. Ваш барьер Каосмос снова готов к работе.